На березке, на большой, вот на вот этой березке, он нашел чагу. Вот это такой гриб чага, который также очень полезен для здоровья. И про чагу я расскажу отдельно. Мы его сняли с березки. Почки меня спрашивают, какие я собираю. Вот такие вот, на березке вот такие вот почки. Вот такие, они очень полезны. Особенно где уже есть листочки. Это вообще хорошо. Вот такие. Так что да, вот такие, покажи. Вот такие. Сережки. Да, сережки так называемые. Но именно из них делают уксус, который я делаю. Именно из них. Ну а лист, ну а гриб вот этот чага, это на лекарство. Он полезный, он нам нужен. Ну и говоря о березовых почках, а сегодня будем говорить именно о березовых почках, я хочу сказать, что береза вообще целиком уникальна тем, что использовать в лечебных целях. Можно и ее листья, и кору, и чагу, вот про который я говорила, березовый гриб, и березовый деготь, и березовый уголь. Ну а кто из вас в детстве с отцом не собирал березовый сок? Ну у кого была такая возможность. Он тоже очень полезен для нашего организма. Однако охватить все способы применения березы в одном видео мы не будем. И перейдем именно к березовым почкам. Березовые почки применение имеют крайне разнообразное. Это и противовоспалительное средство, обладающее антибактериальными свойствами, и прекрасное мочегонное и патагонное средство. Используют березовые почки также и для заживления ран. Компрессы с отваром березовых почек рекомендуют ставить не только на больные суставы, но и на различные ожоги и язвы. Если вы будете говорить, как многие мне говорят, там откуда вы, что сейчас я подробно, вообще березовые почки, если кто наблюдает за моими видео, то вы видите, что я заготавливаю каждый год. И делаю, очень люблю уксус на березовых почках. Также мы делаем настойки на березовых почках, также отвары. Ну, в общем, именно березовые почки мне нравятся. И неразвитые вот эти сережки, это тоже почки. Вот это и есть березовые почки. Вот Неумывакин Иван Павлович, вот в этой книге, в одной из последних книг, которую я купила, это «Женское здоровье без химии». «Женское здоровье без химии». Здесь уникальнейшие советы дает. Сейчас я вам покажу. Вот, уникальные советы. Дает именно по березам, по березовым почкам. И все-все-все вот тут вот рассказывает. Конечно же, я с вами поделюсь. Обязательно это на страничке 16, если вы купите эту книгу, то вы найдете. Вот почему мне нравится литература Неумывакина. Она как энциклопедия. Он раскрывает одно растение за другим. Для тех, кто только что присоединился и не знает, Иван Павлович Неумывакин – это академик. Он доктор медицинских наук. Он врач и лечил космонавтов. Также занимается и лекарственными травами. Он по всем направлениям врач. Он врач с большой буквы. Ну а самое главное, что он верующий человек. А верующие врачи, они отличаются тем, что они не ради денег, а ради блага, чтобы оставить после себя любовь, благо и улучшить качество жизни, скажем так. И вот что же он нам советует. Ну, во-первых, кроме болезней мочеполовой системы, березовые почки, они оказывают полезные воздействия также при туберкулезе легких. Это как отхаркивающие. Если пить хороший настой, то отхаркивающее действие, антибактериальное и кровоостанавливающее действие. А также заболевание желудочно-кишечного тракта. Спазмолитическое и противовоспалительное действие оказывают. А при ОРВИ и гриппе противомикробное, патагонное действие. А при дерматологических заболеваниях ванна со стаканом отвара почек березы успокоит кожу. Но я делаю больше. Я делаю два стакана, заливаю. И потом процеживаю и заливаю этот отвар. Кстати, отвар березовых почек можно использовать для профилактики облысения и улучшения роста волос. Это прекрасно. Как крапивы, как лопух. Точно так же и береза. Береза улучшает рост волос. Вот. И еще один интересный факт. Почки входят в состав тибетского рецепта молодости. Там ромашка, бессмертник, зверобой, березовые почки и мед. Вот запишите это такой рецепт. Все один к одному. Там, допустим, одна ложка столовой ромашки, одна столовая ложка бессмертника, одна столовая ложка зверобой и одна столовая ложка березовых почек. Все это заваривается. Когда это все заварится на водяной бане, вы подержите минут 10-15. После этого остынет и добавите мед. Вот. И употреблять нужно где-то по... Ну, это на литр воды. И употреблять можно по 3-4 столовых ложки на голодный желудок. То есть за час до еды где-то так. Так, вот лечебные свойства у почек березы очень много. И, конечно, у вас логичный такой вопрос. Где и как можно достать этот полезный продукт? Да, скажем так. Вы знаете, сбор почек, конечно, можно купить в аптеке. Пойти купить в аптеке. Но, опять-таки, но. Вы не знаете, когда их собирали. Вы не знаете, где их собирали. Если возле дороги, то их можно не употреблять. И лучше не употреблять. Но лучше собирать самому. Так надежнее и спокойнее. Собирать березовые почки можно несколько месяцев в году. С января и аж до конца апреля. Все. Вот сейчас вот апрель месяц, будем собирать. И март. Я вам говорила, что параллельно я буду вам показывать. И у меня, я уже сделала, я сделала отдельные видео, плейлисты, которые называются плейлисты. И вы у меня в плейлистах, там можете найти, там вы можете найти болезни и излечения, а также энциклопедия лекарственных растений и мастер-классы. Я пообещала в одном из видео это сделать. И я это сделала. Вот как раз там будут видео разные, про разные мастер-классы по разным растениям. И вот одно из них. Именно по почкам. Что пишет Неумывакин? С лечебной целью, он пишет, нужно применять неразвитые почки. Вот они. Это неразвитые, нераскрытые. Вот именно эти. Кстати, можно и веточки тоже. Которые собирают в период набухания. Он пишет, с марта по апрель. Но я знаю, что с января уже можно собирать. И листья можно собирать, которые вот именно листья нужно собирать в период цветения. Это уже май. Мы с вами за листочками пойдем в май и там я вам расскажу. А березовый сок уже сейчас, в начале сокодвижения. У нас это март и апрель. Химические компоненты, которые входят. Эфирные масла, бетулен, каротин, аскорбиновая, солициловые кислоты, сапонины, фитонциды, горечь, смолы, дубильные вещества, эфирное масло, каротин, никотиновая кислота. Что сюда еще входит? Гликозиды, инозид, тритерпеновые спирты, яблочная кислота, глюкоза, фруктоза и белок в соке. Есть белок в соке. Эффекты тонизирующие, общеукрепляющие, мочегонный, дезинтоксикационный. То есть, если вдруг какое-то отравление, то очень хорошо пить отвар. Настой листьев используют, например, если гипоменструальный синдром, если отеки беременных, настой листьев тогда надо. А настой почек, если климактерический невроз. И вообще, если у вас неврозы, то вам нужно пить именно почки. Нефропатия. Нефропатия вам как раз почки нужны. Что такое нефропатия? Вы можете в интернете найти, а также это почки. Почки, почки, почки. Запомните. Березовые почки – это лечение ваших почек. Очень легко запомнить. Почки лечат почки. Также анемия в послеродовом периоде. Настой листьев. Я сейчас вам скажу, потому что мы в мае будем собирать. Залить 200 мл кипятка, 30 г молодых листьев. После остывания добавить натрия, гидрокарбонат на кончике ножа. Настаивать 6 часов, затем процедить. Это не мой рецепт. Это рецепт, вот я вам покажу, книга Неумывакина, чтобы не было никаких вопросов. Мой рецепт другой. Вот это рецепт с гидрокарбонатом натрия. Вы знаете, что это такое. Он добавляет, это сода, гидрокарбонат натрия везде. Молодец, умничка. Принимать перед едой он пишет в 3 приема на протяжении 2-х недель в первой половине менструального цикла. Длительность курса лечения 2-3 месяца. Дальше настойка почек. Вот эту настойку почек я использую. И отвар почек. Он в основном во всех рецептах одинаков. И точно такой же рецепт мне давала 2 года назад еще Екатерина Яковлевна по почкам. Настойка почек такая. 100 грамм почек залить 500 миллилитров 40% этилового спирта или водки 40%. Настаивать 1 месяц. Принимать по 1 чайной ложечке 3 раза в день перед едой. А вот отвар почек делается так. Залить 10 грамм почек, 200 миллилитров воды, кипятить 15 минут, процедить отвар через марлечку. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день перед едой. Сок принимать в свежем виде по 1 стакану 2-3 раза в день. Очень полезен. Вот, пожалуй, про березовые почки то, что я хотела сказать. И еще. Если вы каждый день будете употреблять отвар березовых почек по полстакана между приемами пищи, он поможет восстановить организм при простудных заболеваниях, при частых вирусных, при гриппе. Даст необходимые витамины вот сейчас весной. Им можно полоскать горло при ангине, при стоматитах, парадонтозе. Он уменьшает отеки, обладая мочегонным и желчегонным свойствами. Сейчас у меня будет почка, березовая почка терапия, скажем так. Но не только у меня, но и у моих родных и близких. Я уже заварила термос с вечера. И утром мы будем пить вот эти замечательные почки березовые. Вот. А на следующий пятницу, субботу, воскресенье я еще пойду собирать, чтобы делать уксус. Про настойку я уже сказала. Еще есть масляная настойка, про которую я вам еще не сказала. Это самый, конечно, трудоемкий способ. Для получения масляной настойки берут один стакан измельченных березовых почек. Записывайте. И где-то примерно пол-литра растительного масла на один стакан почек. Затем полученная смесь настаивается 40 суток в темном месте. Причем ее надо время от времени взбалтывать. Затем добавляют по 50 грамм ромашки, зверобоя и тысячелистника. Вот я считаю, что ромашка, зверобой, тысячелистник всегда должны быть у каждого дома. И снова оставляют теперь уже на 3 недели. После этого полученную настойку кипятят полчаса. Вы скажете, ой, там же все. Ну так надо. Такой рецепт. И напоследок еще раз настаивают 3 дня. Вот в таком виде березовые почки используются в дерматологии. А нам надо для лица. Нам надо для рук. Нам надо и при лечении геморроя. Дважды в день ставят микроклизмы этой настойки. Масляной настойки. Это называется масляная настойка. Делают также и мазь из березовых почек. Тоже рецепт, который я сейчас вам дам. Способов приготовления мази из почек 2. Первый способ требует 700-800 грамм несоленого сливочного масла и березовых почек. По необходимости. Берется эмалированная кастрюля и в нее одинаковыми слоями, в палец где-то толщиной, поочередно накладывают масло и березовые почки. После этого закрытую кастрюлю оборачивают фольгой и ставят на сутки в разогретую духовку. То есть духовка должна быть слегка, знаете, как вот на сутки. Можете выключать, потом снова включать. Выключать духовочку через некоторое время, ну так вот томить, томить, томить. В получившуюся в результате мазь можно добавить камфоры для усиления лечебного эффекта. Немного, грамм 5. Второй способ попроще. Заливаем кипятком березовые почки, процеживаем эту жидкость и смешиваем ее с растопленным ланолином. Ланолин можно заказать через интернет. После застывания получившейся массы сливаем образовавшуюся на поверхности жидкость. Мазь готова к использованию, пожалуйста. Вот полученную этими методами мазь каждый вечер можно втирать в больные суставы. Кроме ревматизма она будет полезна при экземе. Вообще у кого высыпание на лице, эта мазь просто великолепна. Я не могу сказать про противопоказания. Я не знаю, потому что я не врач, во-первых. Во-вторых, я говорю, делюсь со своей семьей, своими рецептами. Мало ли что, но жена моего сына, или мои племянники, или мои внучки, Теодорчик, или Наташенька, Хрысечка, они это могут сделать, потому что вся моя семья находится в других странах. Я одна нахожусь здесь, в Украине, со своей, так сказать, семьёй, со своей ячеечкой образованной. Мы здесь, а другие ячеечки наши по всему миру. Поэтому мне необходимо, чтобы они знали, знали вот эти вот простые рецепты, которые очень полезны и эффективны. А самое главное, не требуют много затрат. И они не химические. Вот так вот. Противопоказаний практически нет. Единственное, что не стоит использовать в лечебных целях берёзовые почки женщинам в период беременности и лактации, потому что это мочегонное средство. Также очень осторожно советуют применять при острых заболеваниях мочевыводящей системы почечной недостаточности, в том плане, что мочегонное. Просто вот вы должны знать, что может погнать, если у вас большой камень, этот камень из почек может погнать. Ну а песочек, если погонят, так это хорошо. В идеале перед приёмом внутрь берёзовых почек следует проконсультироваться, конечно, с врачом, с достойным врачом, который вам скажет, да нет, вы что, почки это берёзовая ерунда, вот возьмите лучше антибиотики, попейте. Это будет лучше. На самом деле это будет не лучше, это будет убийство для почек и для печени. Любой антибиотик – это убийство, убийство вашей микрофлоры, убийство ваших здоровых клеток. Ну а я вас всех люблю, целую, желаю здоровья и благословения. На этом о берёзке всё. Покупайте книжки, интересные, правильные книжки. Читайте, читайте профессоров. У меня в медицине профессор Ниумбакина, моя мама, два приоритета. А по жизни главная книга – моя Библия. Я вас всех люблю, целую, желаю благословения Господня, здоровья. Пусть Бог вас хранит, вас и ваши семьи, и всех ваших близких. Пока-пока.